Вчера мы были благословлены присутствием его милости Мадхавананды Прабху, а сегодня у нас здесь присутствует его встречащество Наранжана с вами, если только меня глаза тут не обманывают. Мне уже пора носить очки, я не вижу вдали, там еще ядобар, Прабху. Простите, что я сразу не заметил ваше присутствие. Кто из вас вчера был здесь, поднимите руку. Что мы пытались сделать вчера, чтобы все нас поднимались в Калия Лила, в отношении того, что мы вчера пытались сделать вместе. Мы пытались вместе погрузиться в вот эту Калия Лилу, в Лилу, которая привела всех обитателей Вриндавана в ужасающий стресс и проявилась вот эта катастрофа. And you may remember from our question session that I kind of pushed aside questions about details and wanted to stress, wanted to emphasize, let's appreciate how the bridge bosses were plunged into despair. And then we can talk about Krishna's reason for that. I know so many of you know this past time. Я знаю, что многие из вас уже много раз слышали это деяние Кришны. But let's try to take a fresh look at it in terms of appreciating number one, what we described yesterday, the total environmental disaster Kaliya caused, and number two, the distress that enveloped the residents of Vrindavan. И хотя мы часто уже много слышали об этой истории, я бы хотел, чтобы мы по-новому взглянули на это событие. С одной точки зрения, это какую катастрофу причинил, какое чрезвычайное положение возникло из-за вот этого заражения ядом всей вот этой части Вриндавана. А также второе, это как жители Вриндавана переживали этот стресс. Их беспокойство не было связано с тем, что они за себя переживали. Их беспокойство было полностью сосредоточено на том, что жизнь их жизни, Кришна, находится в опасности. И хотя мы знаем, что Кришна выйдет победителем в этой истории, но в этот момент жители Вриндавана, они не были так уверены. Потому что Кришна начал играть такую настоящую драму, разыграл на их глазах, что в этот момент жители Вриндавана абсолютно не были уверены, что произойдет дальше. И потому что Кришна настолько экспертен в том, как он играет в эти детские игры. И тут он же был маленьким ребенком, поэтому он был совершенен в этой игре. Иногда, конечно, он проявлял свою Випху, то, что он является Верховной Личностью Бога. И он проявлял это непостижимое могущество. Но при этом Ачария объясняет, что несмотря на то, что он проявлял это непостижимое могущество, оно было полностью гармонизировано с тем детским возрастом, в котором он находился. Например, когда он убил демоницу Путину, он высосал ее жизнь из ее груди, как будто он пил молоко. И так же, когда он прокатился по облакам на Тренаварте, он просто летал на нем, и в какой-то момент, когда он сказал, ну все, достаточно, он просто стал очень тяжелым, и Тренаварта упал. То есть, что я пытаюсь сказать, что даже несмотря на то, что он проявлял это непостижимое могущество, он проявлял таким образом, что оно было полностью впитывалось, или полностью было гармонизировано в этих детских играх. И кто из вас был вчера, мы говорили о том, что Шукадева Госвами пытался рассказать об этой лиле не в хронологическом порядке. Помните, что это убийство демона Калии, оно произошло до того, как он убил Дену Касур. Но Шукадева Госвами не хотел причинить беспокойство Махараджу по Рикшиту, потому что это было, это вот очень беспокойное событие. Помните, как мы это вчера объясняли? То есть, Госвами на самом деле, они хотели вообще перескочить, перепрыгнуть через нее. И он это сказал в одном стихе только. И там произошло просто заражение реки Ямуны, и Кришна просто очистил. Но Махараджа Парикшет заострил его внимание, ой, а мог бы ты мне побольше рассказать об этом событии? И Шукадева Госвами сказал, что если кто-то испытывает такую тягу и любовь к объекту своей любви, то нужно выполнить его просьбу, несмотря на то, что это событие конкретно связано с огромным беспокойством. И я все время размышлял над этим, ну почему такое беспокойство, и как это вообще ощущается? И вчера, вот находясь в вашем обществе, мне удалось немножечко лицезреть это. В первую очередь мы с вами обсуждали масштаб всей катастрофы, то есть это было огромное экологическое загрязнение во всей округе. Мы, по-моему, около 20 минут только обсуждали то, насколько все было заражено этим ядом и присутствием калии. И помните о том, что Кришна предпринял свои действия не только потому, что река Ямуна является очень дорогой ему, но также потому, что он хотел спасти весь Вриндаван. Но также потому, что он хотел спасти весь Вриндаван. Потому что река Ямуна, она дорога не только ему, а всему Вриндавану. И также, Ачария объясняет, калия's poison was spreading. It wasn't just confined. И также Ачария объясняет, что вот этот яд калии, он не только находился в одном месте, он начинал расширяться или вытекать, перетекать за берега. You remember about the water? Помните о воде, ему говорили? It was boiling with poison. Вода, она нагревалась от этого яда. Кришна is darkish, the Yomuna river is darkish, and Kaliya's body is darkish, but his body is darkish because of poison. И Ямуна, она темного цвета, у Кришны цвет кожи он также темный, и калия тоже был темный, но темный он был не по этой причине, а потому что он был полон яда. And the bubbles rising up from this poisonous water. When they hit the top of the water, the wind would capture them, and then spread droplets of poison water all around. И вот эти пузыри, поднимающиеся с ядовитыми газами этого яда, они, когда достигали поверхности, то ветер подхватывал их вместе с каплями этого яда, переносил. И мы очень глубоко обсудили всю эту ситуацию. Мы хотели, чтобы мы полностью представляли всю сцену, как это происходит, для того, чтобы мы видели, как Кришна сейчас будет прыгать прямо в середину этого всего ужаса. So you know about the tree, the Kadamba tree that was living, and Кришна climbed up on that tree to jump into this section of the Ямуна that was so poisonous. И вы помните о дереве, о Кадамба, дереве, которое росло на берегу Ямуна, но единственное было живым, и Кришна, забравшись на это дерево, собирался прыгнуть с него в завод Ямуна. Of course, there are details about why that tree was still living, and everything else was dead. Там также есть некоторые детали, почему именно это дерево еще было единственным живым, все остальное вокруг уже давно было мертвым. Вы можете из этой Пураны или с той Самхиты прочитать эти разные детали. Но сейчас мы хотим погрузиться в немножко другое настроение, именно в всю ту драму, которая разыгрывается сейчас у нас перед глазами. Но для тех, кто любит детали, там не только на самом деле это дерево Кадамба было живым, но и те деревья, которые взаимодействовали с этим деревом Кадамба, также рядышком они тоже были живыми. И Кришна был очень решительно настроен, что Он очистит Ямуну. And again, bear in mind, this is a particular subsection of the Ямуна River. И также я напоминаю, что это было определенное завытье Муны. Otherwise, everything up to Mathura would have been finished. Иначе уже все, вся территория вплоть до Mathura уже бы было погибло. So what were Krishna's desires? И каково было желание Кришны? This is what Pritchett Maharaj was curious about. И это именно то, о чем Махараджа Парикшит задумался. In his question to Shukade, for more elaboration, he pointed out, Krishna acts freely according to his desires. Ему было любопытно, и в этих вопросах Шукадави Госвами, он задавал эти вопросы, что же желал Кришна на самом деле во всем этом? In other words, why did he choose to do this? His activities have no material cause. His activities have no material cause. Yes, he wanted to purify the Yomuna River. But as we'll find out later, Krishna also wants to enjoy dancing. But as we'll find out later, Krishna also wants to enjoy dancing. And he wants to bring the Bridge Bosses to the brink of utter despair, so that their love will increase. And also, Krishna хочет довести жителей Вриндавана до ручки, вот этого эмоционального пика разлуки и стресса в виде всего этого. There is no material distress among Krishna's associates. There are no material emotions. У них нет материальных эмоций, у них нет материального стресса, как мы это понимаем. Everything is an experience, an ever-deepening pure love of Krishna. Любой опыт, который переживают жители Вриндавана, они переживают это эксцотическое возрастание любви. Still, bear in mind, the outcome was not sure as the Bridge Bosses saw it. And вместе с тем, помните о том, что даже жители Вриндавана, они посмотрели на все это, и они не понимали, как это все закончится. Not only was the outcome unsure, but from any point of analysis, it looked like Krishna was finished. Более того, не только не было понятно, чем все это кончится, но и с точки зрения анализа, видно было, что Krishna сейчас приростно прикончит этот змей. And Krishna himself made it look that way. И Krishna еще и делал так, что так это и выглядит, как будто сейчас так и произойдет. On purpose. И это делал специально. For his own pleasure. Ему самому хотелось наслаждаться этим. And to increase the love of his beloved devotees. И также усилить любовь своих дорогих преданных. This is an important characteristic of the supreme personality of God and for us to remember. Это очень важная часть характера Кришны, которую мы должны помнить. He's always expanding his love and he wants his devotees to share in that ever-expanding love. That is the nature of Bhakti and as we hear about the six Goswami of Vrindavan, they assist Krishna in doing the same beloved task. They're always working to increase the limits of the ocean of transcendental bliss. So, Krishna has no need to perform tasks. He has no work to do, as he says in Bhagavad-gita. But his love is always expanding, so he wants to share that with ever-expanding numbers of devotees. That's a little hard to understand. Well, Krishna is self-satisfied. So, what does he need us for? Why does he ask us to surrender to him? He's got everything. In fact, some will say, we don't owe him any favors, he owes us some favors. He's the person with everything and here we are suffering and struggling so much for happiness. So, you need to understand Krishna more. He has unlimited love and unlimited pleasure and he wants to share that with unlimited devotees. We think very miserly. We get a little something and okay, I'll share it with this one and that one and that's it. We get a little something and okay, I'll share it with this one and that one and that's it. Very stingy and very careful. If we can share with a few family members or share with a few neighbors, we think, oh, I'm so magnanimous, I'm so charitable. И если мы поделимся этим хотя бы с парочкой родственников или может быть с соседями, мы думаем, ого, насколько я щедр и велик. Therefore, we're suspicious of Krishna. Let's face the facts. То есть, мы подозреваем, ну, мы немножко с подозрением относимся к Кришне. Давайте посмотрим в лицо, как это, правде в глаза. He says, surrender to me. What does he really want? Он говорит, предайся мне. Ну, что же он на самом деле хочет отменять? Why this demand? Почему он требует это? What does he want out of me? Что он от меня хочет вообще? Why does he need me for? Зачем я ему нужен? If he wants me to love him, why does he just force me to love him? Why do I have to go through this whole bhakti process of gradually developing through the stages until pure love? Why do I have to go through this whole bhakti process of gradually developing until pure love? Because Krishna has unlimited pleasure and love to share, he wants unlimited devotees so that they can experience his unlimited pleasure and love. Потому что у Кришны есть это безграничное количество любви. Он хочет этим поделиться, чтобы все преданные могли ощутить эту же безграничную любовь. So his call that we surrender to him is a call for sharing to such an extent that a pure devotee can conquer Krishna by love. So this understanding is crucial in the Kaliya pastime. И это понимание, оно очень-очень важное для того, чтобы понять всю эту лилу с Калией. So now Krishna is going to take action. Kaliya had been there for many yugas, the Shastra said. И надо теперь понять, что Kaliya там сидит в этой заводе уже много yug, и Кришна сейчас собирается расправиться с ней. Waiting for the opportunity to provide Krishna with a platform for his dancing. И вот он там ждал долго, чтобы предоставить, так сказать, подиум для того, чтобы Кришна там мог потанцевать. Waiting for an opportunity for Krishna to bring his devotees to even more love for him. Он ждал там этой возможности предоставить его преданным, преданным Кришне испытать еще самый высочайший пилотаж любви. So Krishna climbs onto the tree and then what does he do? И вот Кришна залазит на дерево и что же он делает? Does he simply just jump into the lake? No. He's the supreme artist. He adjusts his belt. Ему сначала нужно тянуть потуже пояс. He ties back his hair. He adjusts his jewels. You thought Krishna was perfect. Why is he doing that? We adjust our clothes, our hair, our jewels because they're not quite right. We adjust our clothes, our hair, because they're not quite right. So if Krishna is supreme personality of God, why is he correcting some apparent defect? He's going from perfect to more perfect to more perfect ever increasing perfection. It's hard to understand because we think about ourselves. Oh, my clothes aren't situated completely the way I want. Some deficiency, some lack. Что-то не хватает, как-то неправильно выглядит. Так вот. Гриллянду. But Krishna is ever increasing perfection. Но Krishna, он всегда увеличивает это совершенство. And as we say in English, he knows how to style. И как мы говорим на английском, он знает как быть стильным, модным. Does that make sense? Yes. He knows how to be a person of fashion. Да, он знает как быть таким самым модным человеком. He knows how to make his hair even more beautiful. Он знает как уложить свои волосы так, чтобы они выглядели еще более хорошо. And he's relishing adjusting his hair, adjusting his clothes. Ему самому все это нравится делать. Когда он это делает, он получает удовольствие от этого. And to increase his fighting spirit, he's slapping both arms. И также, чтобы, так сказать, настроиться на боевой дух, он себя так порабьет. And then he jumps in to the poisonous lake. И потом он уже прыгает в это ядовитое озеро. So you know what happens when he when he dives into the lake. И вы помните, что случилось, когда он нырнул в озеро. He's the unlimited supreme personality of God here. Он на самом деле бесконечная, безграничная верховная личность Бога. How do you scientifically calculate the water that's displaced when Krishna lands in the water? Как можно научно подсчитать, как вода разойдется от того, что безграничная верховная личность Бога упадет туда, в это озеро? Impossible. Тут невозможно подсчитать. But as part of the Lila, the lake does overflow to a great degree, but it has nothing to do with the scientific calculation. И как часть этой игры озеро действительно разойдется достаточно широко, выйдет из берегов, но как-то подсчитать это научным способом невозможно. And the waves of the water that overflowed were reddish-yellow from Kaliya's poison. И волны эти, они были такого красновато-желтого цвета, пропитанные этим ядом Kaliya. So what does Krishna do in the water? И что Krishna делает в воде? He starts to swim. Он начинает плавать. But because He's the supreme personality of Godhead, His swimming strokes cause such a musical symphony. Каби Карнапур says that His swimming strokes also cause the lake to burst into flames. начинали происходить такие огненные вспышки. Now underneath the water is Kaliya's kingdom. He had his palaces there. А под водой находится целое царство Kaliya. У него там дворцы разные. Evidently, he knew the mystic art called Jalastamba. How to make buildings out of water. So there he was in his watery palace. And he and his fellow snakes hear all this disturbance above them. And here he and his fellow snakes hear all this disturbance above them. Some of them thought, what's going on? Is there a revolution against our rule? So Kaliya came to the surface to see exactly what was happening. Now you have to contrast the description of the beauty of Krishna with the cruelty and brutality of Kaliya. And now you have to see this contrast of the прекрасный прекрасного тела and вообще красоты Krišны with this ужасным, жестоким, brutal Kaliya, which is now. The description of Krishna is unforgettable. And this description of Krishna is unforgettable. Yellow dhoti. His yellow dhoti. Transcendental body shining. Kavi Karnapur adds the detail that his body is shining with eagerness to fight with Kaliya. And eagerness to dance. Kaliya looks at Krishna and as Prabhupada writes in Krishna but agrees certainly a beautiful sight. Kaliya смотрит зависть he knows exactly what to do. He fights Krishna on the chest. Remember yesterday we were describing Shilabhakti Siddhanta Sarashti Thakura's presentation. That Kaliya is the reservoir of brutality deceitfulness envy and savagery. Kaliya is the Kaliya is the Kaliya and evil and all and all and and Shilabhakti Siddhanta Sarashti Thakura says in order to appreciate this lila you have to see the two extremes Kaliya's brutality and Krishna's mercy. Shilabhakti Thakura says there is no rational connection between the Kaliya's savagery brutality and Krishna's mercy. How could such a thing happen? That Krishna danced upon his head. We'll discuss that tomorrow about Krishna's dancing and the reaction of Kaliya's wives. But note one point. And again we're not so much into the details we're into the whole you might say drama of the past time. We don't want to focus on on details. We want to just to add to this dramatic situation. Shilla Bhaktisadana says that because Kaliya was such a brute he didn't immediately experience joy by Krishna's dancing on his head. Any Any sane person would be so happy with Krishna's lotus feet on their head. Any здравомыслящий he felt Krishna's lotus feet to be tortured. He felt that it was just a temptation to stop it. The most horrible thing that ever happened to him. The most horrible thing that ever happened to him. So Bhaktisadana points that out. To demonstrate how brutal, cruel, and envious was Kaliya. It took Kaliya quite some time to come to his senses and realize this is the greatest benediction. As we'll discuss tomorrow actually he was almost dead. Even when the wives began pleading with Krishna. Please, please, our husband's almost finished. And Vishana Chakravaitakura says, Krishna replied, just let me dance a little longer, I'm not finished yet. That's tomorrow. So now we want to focus on the envious Kaliya biting Krishna on the chest and then what? Completely wrapping Krishna in his coils. and we on the side. There were some cowherd men and farmers that happened to be in the area and they saw all this. И недалеко от этого места были также пастухи и фермеры, которые увидели, что там происходит. Слух об этом еще не успел разнестись по всей деревне Кришны. То есть буквально вот фермеры, эти пастухи, они увидели эту ужасную сцену, как Кришна был стиснут вот этими узлами калии, змей калии. И они тут же упали, потеряли сознание и просто упали. И коровы, увидев это зрелище, они просто смотрели на это, и у них даже слезы не текли, они высохли, потому что их сердца наполнились большим страхом. Они просто заморозились, они даже мычать не могли. И за ними шли еще олени и буйволы. И их также охватило вот это цепенение. И в то же время, что происходило в деревне? Начали происходить неблагоприятные знаки, их начали замечать жители, они происходили на земле, в воздухе, а также в телах. Как может что-то произойти неблагоприятное с Кришной? Но, видите ли, полубоги, они помогали в этом всем оркестре, чтобы все, так сказать, как симфония получилась настоящая. And the acharyas point out that the demigods were becoming inclined toward brudge affection. То есть полубоги, они начали быть очень склонны к этим переживаниям жителей Вриндавана, к их эмоциям. So they created these inauspicious symptoms to add to the whole drama. И они начали создавать все эти неблагоприятные знаки для того, чтобы увеличить еще драматичность ситуации. Убеждая, или, так сказать, заставляя всех жителей Вриндавана даже не подумать о том, что Кришна является всемогущим. So you know those symptoms. Meteors shooting through the sky. Начали падать метеоры по небу. Earth trembling. I think in Ukraine you don't have earthquakes. Может быть, в Украине нет землетрясений. В Нью-Зеландии У нас есть там землетрясения. Я однажды был в душе. Вот стоял я в душе в гамче. И тут начинает целое здание вот так вот двигаться слева. Не трястись, а качаться из сторону в сторону. Это абсолютно незабываемое чувство. Я в этот момент думал, что делать? Я же не могу на улицу выбежать просто мокрый, вот в мокрой гамче. Это невозможно передать это чувство, на самом деле. Потому что мы настолько привыкли, что земля под нами, она тверда, и мы ходим по ней, то есть все стабильно. Не то, что там здание просто потряхивало, мы начали качаться из сторону в сторону, а я был на третьем этаже. И во Вриндаване были неблагоприятные знаки, появилось землетрясение. И левая часть мужчин начала также потрясываться и подергиваться. Все это усилило вот это понимание того, что происходит беда. И все это должно было, так сказать, произойти, чтобы все забыли, что Кришна — он вибху, что он самый могущественный. Вы запомните об этом. Настолько это была история, связанная с бедой большой, что Шукадой Гасвами даже хотел перепрыгнуть, перескочить через эту лилу. Но Махарадж Парикшит хотел все-таки слушать о ней. Те переживания, которые перенесли, и жители давно не были настолько из ряда вон выходящими. То есть, по мере того, как Шукаде Гасвами располагает эту лилу, он говорит слова от амфекции к Приджамараджу, просто чтобы он сочетать, потому что Шукаде знает, что это очень, необычно интенсивно. И когда он рассказывает эту лилу, Махараджу Парикшит, он параллельно его еще и успокаивает, потому что вся эта лила связана с глубокими переживаниями вот этого стресса. И когда все жители Брэндавана заметили все эти неблагоприятные симптомы, они сразу поняли, что-то случилось с Кришной. Кришна's in trouble. Как может у Кришна вообще попасть в беду? Но лила Шакти, Йога Майя, она убеждается так, что так происходит, что Кришна так начинает воспринимать. И сразу начинается соединяться точки. Ага, Кришна сегодня пошел на пастбище без своего старшего брата, без Баларамы. И точно возникли проблемы из-за этого. Помните, как вчера мы обсуждали, что Кришна, он очень здорово придумал, очень тактично, чтобы Баларам не оказался с ними в этот день? Кто из вас помнит? Кришна знал, что Балараму обязательно остановит, не позволит ему. Потому что мама Яшода дала Балараме наставление, ты старший брат, ты должен сюда заботиться о Кришне и смотреть, чтобы он не делал каких-то неблаговидных поступков. И вот Кришна организовался так, чтобы Баларам его не смог остановить, чтобы он смог нырнуть в завод Ямуны. И жители Бриндавана думали, посмотрите на все эти неблагоприятные знаки и смотрите, Баларама здесь не с Кришной, это, наверное, конец. Конец им, потому что конец Кришны. То есть их беспокойство, оно абсолютно не эгоцентричное. Потому что все связано с Кришной на 100%. И вся эта деревня, она начинает просто стекаться к месту, они начинают искать Кришну. Мужчины, женщины, даже дети, все, все, мужчины, женщины, дети, все начинают искать, где Кришна. И как они ищут Кришну? Они ищут его по его следам, которые наставляют. Они знают, что его следы никогда никто не стирает, никто не наступает. Коровы и другие животные не хотят ходить по стопам Кришны. Не по стопам, а по следам. И ветер никогда не сдувает их. И вот они по следам нашли, как Кришна дошел до реки Ямуна. И издалека, что первое они увидели? И они увидели, что Кришна стискнул Кришну. И это первое, что они увидели издалека. И когда они подошли к берегу Ямуны, и они хотели спросить этих пастухов и фермеров, которые там были уже раньше, что случилось, как это произошло, почему так происходит. Но они не могли спросить, потому что, помните, эти пастухи-мцы и фермеры были укреплены на банке, не осознавшись. Они хотели задать вопрос, но они не могли, потому что, как вы помните, все они упали в бессознательное состояние, они были в обмороке. И они должны были уже погибнуть, потому что вот эта вода, выйдя из берегов Ямуны, она покрывала это место. Но это деталь. Потому что Кришна уже прыгнул в заводь Ямуны, то он уже нейтрализовал своим присутствием весь яд. Поэтому, когда вода, выйдя из берегов, коснулась тел пастухов и фермеров, вода уже была нейтрализована от яда. The poison didn't kill them, but seeing Krishna in that situation, that was like death. Яд их не убил, но вот видя Кришну в такой ужасной ситуации, это было подобно смерти. So just see, the bridge boss, he's arriving at the bank, and they've already seen from a distance Krishna motionless in the coils of Kaliya. They couldn't ask any questions. They were immediately thinking, did Krishna jump in, or was he snatched in to the water by Kaliya himself? So then you have a whole scene of Mother Yashoda and the cowherd ladies. And now there are scenes like Mother Yashoda and all the other pastushes. Nanda Maharaj and the cowherd men. The gopis, each group experiencing utter devastation. Krishna is not moving. He's frozen, apparently, in the grip of Kaliya. Why is Krishna doing this? First of all, he wants to enjoy the fighting spirit. So to increase the fighting tendency of Kaliya, Krishna acts like he's paralyzed. I'm trapped, I can't move. You got me. I'm finished. It's increasing his pleasure. And also, he's challenging Kaliya. Okay, you bit me on the chest, you wrap me in your coils, soon you'll see what I'm going to do. Krishna's having an extraordinarily enjoyable time. But what about the bridge-bhasis on the shore who are watching all this? It's the worst thing ever from a material point of view. From a spiritual point of view, it's the most transcendentally blissful worst thing ever. It's the worst thing ever, saturated with ecstatic love. It's the worst thing ever, saturated with ecstatic love. Now, Balaram, in the village, before everyone poured out, had already given some hints. While everyone in the village was panicking, Balaram had already smiled, letting them know, letting some know that there's no need to worry. But he didn't tell them that Krishna's invincible, there's no need for you to be concerned. Why didn't he tell them? When everyone was back in the village? Simply because Krishna hadn't given him permission to do that. Balaram went along with the whole lila. Of course, you may remember, in Brahma-Vimohana-lila, the bewilderment of Lord Brahma, even Balaram didn't know what was going on by Krishna's arrangement. We can remember Brahma-Vimohana-lila, when even the Lord Balaram didn't know what was going on for the whole year. In the village, before they got to the bank of the Yamuna, Balaram was laughing to himself. In the village, before they went to the bank of Yamuna, Balaram was laughing to himself. Just see my brother. Look at him. He refuses to play with me in my form as Anantashesh, yet he's playing with some insignificant water snake. Some of the residents of Brahma-Vimohana did know Balaram smiled. Can it really be that bad? But still, everyone got caught up in the drama, and they rushed to the Yamuna River. So you have three groups on the bank of the Yamuna River, totally panicked. Krishna is their life of life. They've sacrificed everything for Krishna. They have nothing of their own. Their homes, their wealth, their wives, everything belongs to Krishna. And to see that 100% object of their pure love in such a dangerous situation, it was far beyond what they could handle. Mother Yashoda is, she's a mother, of course, she's ready to enter the waters. The grief overwhelming her is indescribable. Her older gopi friends are also overwhelmed with grief, but they're trying to restrain Mother Yashoda. They begin reciting pastimes of how Krishna was saved from Putana, this demon, or that demon. They're totally distraught as well as Mother Yashoda, but they're saying like this, trying to help Mother Yashoda. Nanda Maharaj and the cowherd men are ready to jump into the water also. But Balaram in three ways checks them from doing that. He physically restrains the older cowherd men. He also does it by his words. Everything will be alright. And he also does it just by a smile. Some of his words were very clever. Now listen, cowherd men, think about the facts. Krishna is invincible. But if you jump into the lake trying to save him, you're going to die. So then after Krishna triumphantly emerges, who's going to take care of him? You need to be alive for when Krishna comes out of the water triumphantly. But if you jump in now, you're finished, and that means you can't take care of Krishna. very clever. Balaram is also known as Madhava. In this case, Madhava means the master of all intelligence. So by his words, by his smile, and by his holding them back, he was able to keep the cowherd men from jumping in. So by his words, by his smile, he was able to keep the cowherd men from jumping in. So now we get to a point where there is such extreme distress that Krishna says to himself, all right, enough is enough. He's watching, he's waiting. Sometimes you may wonder, why does Krishna do like this? Just like in Rasa-lila, Krishna disappears from his most beloved devotees. And then later explains to them that don't think I had gone away, I was just watching from a hidden vantage point. I wanted to see your love in separation. So you may wonder, why does Krishna do all these things? What? His lilas are all about ever-increasing love. You have to keep your eye on that reality, otherwise you'll miss the whole situation. So, Krishna's doing several things at once. He's playing with Kaliya. He's playing dead. He's playing dead. I can't move, you've got me, I'm frozen, I'm paralyzed, I'm finished. And simultaneously he's increasing the love of his dearest devotees. The gopis are watching and they're as distressed as everyone else, of course. especially because they can remember their loving dealings with Krishna. Especially because they can remember their loving dealings with Krishna. Those memories flooded their consciousness. Those memories flooded their consciousness. As they saw their beloved Krishna apparently finished. so all this is going on at once. Mother Yashoda and the older cowherd ladies, the cowherd men, the gopis, everyone just at the edge of anxiety more than you could ever imagine. at the right time Krishna decides okay. And what so much and the same time Krishna decides their distress or pure love has reached such a level that I'm going to finish off this demon. and what уровень их беспокойства равняется чистой любовь достигла этого момента когда Krishna сказал ну все теперь я покончу с этим демоном. Actually it's hard to call Kali a demon. He's kind of a special case. And даже демоном ты его не назовешь потому что он в какую-то особую категорию попадает. A little briefly mention he was a sage in his previous life. Надо сказать что в предыдущей жизни он был также мудрецом и другой мудрец его проклял другой святой. And apparently Vishnu told him that you'll take a body of a snake and in the future I'll dance on your head. But we'd like to stress a different perspective. We don't want to get as I said caught up too much in puranic details. Не хотим попасть в эту ловушку разных деталей которые описываются в Пуранах. We explained yesterday that Shilla Bhakti Saddam to Saras itakura points out actually this is Vishnu Chakravati itakura that Kaliya was by hosting Krishna's dancing was rendering service in Dasya rasa. So what Shilla Bhakti Saddam to Saras itakura wants you to remember is that how can such a brute such a cruel person wind up with the badge of Krishna's imprints on his head. And Bhakti Saddam Saras itakura said how can such a brute and so a strong person could get so that on his head they are the top of the God. Krishna left the imprint of his feet on Kaliya's head and assured Kaliya that Garuda won't bother you when he sees these imprints. So Krishna он отпечатал втоптал буквально свои следы от своих стоп на его головах таким образом уверив Kaliya что Garuda в будущем тебя не побеспокоит. But we'll discuss that on another day. But we'll discuss that on another day. In other words Kaliya had attained shelter at Krishna's lotus feet. But you can't overlook how brutish and cruel he was. So now Krishna is going to expand his body from within the coils of Kaliya. And he's going to cause Kaliya to wonder what's happening. Oh this could be how he killed Aghasura. Still Kaliya didn't give up. So by Krishna expanding his body he was free he became free from the grip of Kaliya's coil. So tomorrow we'll discuss how Krishna set off the greatest musical concert by his dancing and how the demigods arrived with musical instruments to assist him in his dancing. But what was Kaliya feeling during this theatrical performance. It's very serious for him. He was going to be at the point of death. He достиg to the edge between life and death. Meanwhile Krishna is enjoying unlimited pleasure. While teaching Kaliya a lesson that he'll never forget. Kaliya will never forget. So tomorrow we'll talk about Krishna's dancing and maybe tomorrow we'll get to the reaction of Kaliya's wives. Kaliya's at first do not sympathize with their husband. They were not feminists. but they knew our husband is a non-devotee. But then they changed. So we'll discuss that in coming days. The prayers that they offered to Krishna. Assuring Krishna you've done the right thing by smashing our husband almost to death. But then again remember he's a snake. Snakes are brutal and cruel. So they confirmed to Krishna you've done the right thing. At the same time they beg for Krishna's mercy on Kaliya. And they сначала поблагодарили Krishna and said you did you it. You did it. So we have time for one or two questions. So we have time for one or two questions. Unless we can entice a comment from our illustrious Vaishnava's presence. if we have time for one or two questions. If we have time for one or two questions. We have time for one or two questions. There is a Madhavananda Prabhu there also. There is a Madhavananda Prabhu there also. I feel like a duck among swans. I feel like a duck in front of a lyebdye. Any elaboration commentation? Maybe from your side there will be some comments and additions? Okay. Can you give him the microphone? Can you give him the microphone? Thank you very much, Marja. I'm really relishing your katha. And I like very much the stress you're giving about the mood of things instead of particular details. One detail. The word kaliyah is an interesting word. And one detail. The word kaliyah is an interesting word. Kaliyah has different meanings in Sanskrit. In Sanskrit, kaliyah has different meanings in Sanskrit. It means black. It means black. Kaliyah also means a kind of black poison snake. It also means a kind of black poison snake. It also means a very harsh criticism. It also means a very harsh criticism. And the suffix iya И вот этот суффикс iya Just like we have the word godiyah Как у нас есть godiyah, например. Iya means someone who belongs to. И iya означает тот, кто принадлежит кому-то. So godiyah is someone who belongs to godidesh. And godiyah is someone who belongs to godidesh. Kaliyah is someone who has all these qualities. And kaliyah is someone who has all these qualities. And he is living in kaliyah rada. И он живет в месте, которое называется kaliyah. Radha means a kind of lake. И gada означает, что это как место или озеро. But the word rada came from the same beach dattu in Sanskrit is rida or heart. И это также означает, что есть некоторое. И что слово может означать свобода или боль. And Kavi Karnapur says kaliyah. Kaliyah. Hridham roga. That kaliyah is like a heart disease in the jamuna. И также Karnapur написает, что kaliyah – это как болезнь сердца ямуны. Thank you very much. It reminds me, he also says that to the jamuna river, kaliyah's presence felt like a ball of fire within the belly. И ямуна также, Karnapur, там дальше объясняет, что ямуна чувствовала присутствие kaliyah, как огненный шар в желудке. So tomorrow we will discuss Krishna's dancing, the reaction of the Nagapattani, Kaliyah's wives. И завтра мы обсудим, как Кришна танцует, и как Нагапатни, жены kaliyah, они будут молиться. But a question from Madhavananda. Но есть вопрос от Madhavananda. Yesterday at lunch, Banu Swami and Naranja Maharaj and I were discussing kaliyah. And even the encyclopedic Banu Maharaj couldn't tell us what was the outcome to kaliyah after Krishna dancing on his head. We know he went off to another place. But he served in Dasaras. We know what happened to Agassara, for example. But what about kaliyah? Итак, вчера за обедом мы обсуждались неразумно с вами, с Banu Maharaj, тоже обсуждали kaliyah. И хотя Banu Maharaj — это целая вайшнавская энциклопедия в одном лице, мы не смогли прийти к заключению, что случилось с kaliyah после того, как Кришна потанцевал на его головах, потому что мы знаем, что он просто уплыл. Но что с ним дальше случилось? Мы знаем, что случилось, например, с Agassurой. Но что произошло с Kaliyah, ведь он послужил в Dasaras, и Кришне. Что с ним произошло? Я могу предложить комментарий, который займет несколько минут. Can you do it in two minutes? В две минуты ложитесь. И когда я излучал эту тему, что Kaliyah получил такую милость Кришны, но как же он получил эту милость Кришны, если Кришна его выгнал из Бриндавана? Как эта милость тогда проявилась? И у меня не было никаких комментариев на этот вопрос. И мы делали презентацию, и не услышали людей. И до последнего дня у меня не было ответа на этот вопрос. И я молился Гири Раджу, ну, подскажи хоть какие-то идеи, как вообще быть. И потом в моем сердце и в уме произвучал ответ. И я, значит, представил этот ответ преданным, и преданные были счастливы. Но у меня все равно были сомнения, потому что мне казалось, что это мой ум придумал. И потом я отправился к Радхаговинду Махараджу и задал ему этот вопрос. Как мы можем понять, что Kaliyah получил столько милости, но при этом Кришна его выгнал из Бриндавана? И он мне дал такой же ответ, который мне пришел, и я почувствовал счастье. И так же, как Шила Прабхупада привел стольких преданных во Вриндаван, а потом из Вриндавана отправил их проповедовать. И я не помню, как Прабхупада назвал этот остров. И, в общем, смысл в том, что Kaliyah отправился назад на этот остров. И, как вы тоже сказали, Kaliyah, он уплывет на много юг. И когда вы возвращаетесь, когда вы долго отсутствовали, тем более несколько юг, все ваши родственники, они вам зададут вопрос. Ты где был так долго? Что ты делал? Расскажи. То есть, это гарантировано, что Kaliyah начнет отвечать. Но у меня тут такая история произошла сейчас. И сейчас начнет рассказать, что он был во Вриндаване, что был там мальчик Кришна. И интересно, что там будет еще одна личность. И Фиджи — это тот остров, похоже, что это Фиджи, что это тот остров, куда Гаруда каждый день на обед прилетает. И он туда прилетает на обед, полакомен со змеями, и тут он увидит Kaliyah в окружении многих змей. И что он начнет делать? Что тут происходит? И он там присядет и послушает Кришна-катху. И вот мне пришел такой ответ, что это так же, как Шилл Павпада посылает своих учеников дальше проповедовать из Вриндавны. Так же получилось с Kaliyah. Kaliyah Krishna Ki! Спасибо, Hare Krishna. Шиллодейвамрита Мхаража Кей. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...